Жить дальше без вас. Мы надеемся. Самое вкусное на потом. Отлично. Вы знаете, у меня есть вот такой вопрос. Владимир, все-таки, поскольку вы взяли на себя лидерство отвечать на первые вопросы, вы являетесь вот именно толчком, или вы больше организационный толчок, а творческое начало уже заявление? Ну, у меня, значит, это на творческой основе толчок, вот так можно сказать. То есть творчество было, и чтобы были хорошие музыканты. Вот и самое главное. А у меня есть информация, что вы записываете свой первый альбом. Да, мы пытаемся записать первый альбом, то есть как бы он только существует пока в акустическом варианте, поскольку есть сложности с записью всего коллектива. То есть, в основном, да, конечно, никому и секрет будет здесь, особенно, кто занимается музыкой, что сложно прописать барабаны качественно. Вот, в общем-то, в принципе. Это основной тормоз. Да, как бы основной тормоз, но мы над этим работаем. То есть пытаемся, значит, своими силами пока записаться. Я не знаю, как сейчас музыканты говорят, если срубим балло, значит, мы запишем на качественной студии. А пока мы вот так вот. Понятно. А примязка к ноябрю в названии альбома, она не диктует ли дату уже окончания работ? Правда, это там не написано, в общем, к какому году? Это чисто, допустим, просто песня такая. Хотя, может, Юля ответит на этот вопрос, поскольку стихи написал ее отец. Вот в большой части нашего репертуара, который, наши авторские песни, пишет ее отец, Павел Петров. Диск будет называться «Мечтатель ноябрь». А стихотворение было посвящено мне и написано ко дню рождения. День рождения в ноябре песня получилась симпатичная. И я думаю, это очень символично. А мы сможем надеяться услышать сегодня эту песню? Если только в акустическом варианте. То есть мы как бы ее не готовили всей группой. Ну, мы будем очень просить вас исполнить все равно, если есть возможность. Ради бога, раз есть возможность такая, мы... Но не обязательно прямо сейчас. Мы можем идти просто по задуманному сценарию, по программе, а просто... Давайте ее оставим, как говорится, на самый... Десерт. Да. Отлично. Что прозвучит сейчас? Песня называется «Ах, какие глаза». Тоже автор Юлии Петрова, на стихе Павла Петрова. Эта песня такая, значит, стилизованная, как бы, под... Стиль... Да? Так. Такому. Ну, послушайте. В общем, про нее лучше, чем говорить. Правильно. Ах, какие глаза твоего ослел. По неволе в тебя я был сильно влюблен. За тобою всегда я хожу, словно тень. Я готов тебя ждать не один даже день. Как увижу на тебя горячий меня кровь, но в сердце моем полыхая любовь. Как тебя я люблю, поздно вашу бегу, я любуюсь тобой. Мне не нужен, дорогой, ну, а если уйдешь, но в сердце как вновь. Не могу быть одна, да чего ж ты, алё? Как увижу тебя горячий меня кровь, но в сердце моем полыхая любовь. Субтитры подогнал «Симон» Любовь Мы очень духовно с ним близки с самого детства, но тангам относительно недавно существует То есть стихи были, но не было к ней музыки или все так вот прям бах выстрелило Стихи были, стихи были очень давно, но сначала это был приказ отца написать Я была в недоумении, поскольку пробы пера были музыкальные, но они касались инструментальной музыки Ну, я думаю, получилось А каков уже количественный список, если кто-то как-то подсчитал? И все автоматически попадают в репертуар раквинтета или же есть какие-то такие, которые лежат в стадии? Они непременно попадут, просто нам физически не хватает времени Мы ведь не только репетируем, мы еще и работаем То есть это вот то, что мы сейчас видим, это все-таки хобби Это хобби, которое, мы надеемся, все-таки перерастет в нашу основную деятельность Давайте поаплодируем ребятам, поддерживаем Я очень хочу надеяться, что вот такое талантливое сочетание талантливых людей Оно обязательно выстрелит и принесет плоды Что прозвучит сейчас? Сейчас прозвучит тоже тех же авторов на слова Петрова, Павла Петрова, композитер у нас Юлия Петрова Смуглянка Дело в том, что эта песня стерилизована по цыганскую музыку Сами понимаете, как нам без табора, тяжеловато Путин буквально три минуты нашим табором И если вы немножко нас поддержите, вы криками типа опа-опа Ну и аплодисменты, нам будет очень приятно, спасибо Я думаю, что виртуальные зрители особенно нас поддержат, жалко, что мы их не слышим Эй! 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 Хаба! Эй! 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 Спустяка теплый вечер на землю лег туман Вне от реки навстречу Танется шумом сбегать. Как репалатки, ржанки, измученные ходить, И сонное ворчание зарушит детей, И сонное ворчание зарушит детей. 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 Спасибо огромное. Раскочегарили. Так вам надо давно в Америку в русский кабачок. По-моему. Будет приложение «Поим, конечно». Отлично. Давайте идем дальше. Знаете, возник вопрос. Как-то вот краем уха на саундчеке я услышал, что есть не только авторские в вашем репертуаре композиции. Чему отдаете предпочтение? Что исполняете еще? По стилю, по настроению, по характеру? Вот у нас, допустим, как бы на три части разделен пока репертуар. Авторские песни, потом песни, скажем так, ретро. И, значит, инструментальные пьесы. Вот таким образом. То есть богатство инструментов мы должны показать. То, что люди... Юля тоже закончила эту инсерваторию, правда, давно. То есть вот она, как говорится, увидела, как играет Тамара... Какие фамилии там? Тамара не скажу. Да, фамилии Сидорова. Ей не то, что захотелось. Я думаю, что она ни в сколько не хуже может это делать. Это не Талия, которая в кукурузе играла? Да, она играла в кукурузе. Сейчас, говорят, в Германии живет, вот приезжает. Тут иногда на баранке. Ну, конечно, здорово делают. Мне стало обидно за скрипку, что она все время где-то. Хочется, ну, он теперь с вами. Что будет звучать сейчас? Сейчас будет как раз место для инструментальных. Давайте. Давайте играем. Это вещь знаменитого казанского композитора. Он, правда, и в консерватории продает Виталий Харрис. Наверное, многие его знают. Это вещь в стиле кантры. Она называется «Зеленый паровоз», по-моему, да? Зеленый поезд. Все равно про железную дорогу. Конечно. Ты вот bem-буду. Ха-буду прятая стрелка. Шоули... КОНЕЦ 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 Спасибо огромное. Ну, нет ощущений, конечно, что вы из Зеленопольской нет совсем. Дим, к вам вопрос. А у вас какое музыкальное образование? Есть оно? Есть. 5 лет. Класс баян музыкальной школы. Плюс по совместительству 2 года саксо и чистое самоучение на клаве. Вот так. Ну, впрочем, гитара тоже самоучка. Правда? А губная гармонь давно в ваших руках? Губная гармонь в моих руках где-то первую я купил в 2000 году, как раз помню. Причем мне ее подарила одна хорошая дамочка. Так вы купили или дамочку подарили? Ну, то есть мы вместе так сбросились и купили эту гармошку. Все понятно. В принципе, учились играть, то есть как-то так получилось. У меня был учитель по гитаре. Ну, тоже друг хороший. Александр Сунгатуллин, он сейчас в Челнах. Погонял у него Халик. Давайте пользуюсь случаем, может быть, Халик. Халик, тебе привет, если ты слышишь. Всем Челнам и Стасу тоже. Это два хороших гитариста. Здесь в Казани живет еще Мефодий тоже. Короче, Мефодий это вообще Сатриани и Стив Вай, Стив Рэй Войн в одном флаконе. Вот такие вот у нас есть музыканты, только о них никто не знает. Ну, давайте вернемся к той дамочке и к той гармошке. Ну, вот с 2000 года, а как учиться, самоучителей нет, ничего нет, попали на фильм «Перекресток». Хороший штатовский фильм «Перекресток», «Columbia Pictures». Там вот как раз про блюзменов. И стали просто снимать вот эти вещи. Там Джо Сенека играет на гармошке. Вот его вещи просто стали снимать. Вот, кстати, у него есть там классная фраза, что «Никогда ты не станешь блюзменом до тех пор, пока не поговоришь с поездом на его языке». Я думаю, только что нам это удалось. Заслуженные аплодисменты.